В Якутии начались рейды по выявлению большегрузов без бортовых устройств системы Платон. Сегодня мобильный комплекс работал на Вилюйском тракте близ города Якутска. В рейд со специалистами отправился и наш корреспондент Виталий Абрамов. С ноября прошлого года за каждый километр проезда по федеральным трассам владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн должны платить по полтора рубля. Эти деньги должны быть направлены на ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. Однако не все водители большегрузов спешат следовать нововведениям. И чтобы их выявить, начались подобные рейды. Система работает в автоматизированной системе, автоматически регистрирует регистрационные знаки. Все это сохраняется, то есть передается в нашу базу, где уже обрабатывается нарушитель, владелец транспорта на средстве или нет. Так, на каждом грузовике должно стоять бортовое устройство, которое следит за перемещением транспорта и вычитывать со счета деньги. Некоторые водители с пониманием относятся к этому. В некоторых ситуациях нам нужно доплачивать за то, что мы ездим по нашим плохим дорогам. Ну а в некоторых целиком полностью согласен. Когда вот федеральная трасса Лена, по асфальту едешь, по хорошей дороге, сердце радуется. А некоторые впервые слышат о подобной системе. Депутаты просто сидят там и что-то безобразничают. Заняться им нечего, пошли бы работать нормально. Но, к сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности. И на нарушителей налагаются штрафные санкции. И весьма существенные. Административный штраф предусмотрен на собственника, владельца транспортного средства 5000 рублей. А согласно второй части данной статьи, за повторное административное правонарушение на ином размере предусмотрен штраф, то есть 10 тысяч рублей. Таким образом, сегодня в течение дня было проверено порядка 30 автомобилей, из которых бортовых комплексов не оказалось у четверых. Отныне инспекторы Дорнадзора будут проводить регулярные рейды по всем трем федеральным трассам на территории республики. Также в скором времени должны появиться стационарные посты фиксации нарушителей. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.